так нам еще пошел игорь очень хорошо что давайте продолжим давайте я потихоньку начну хоть у нас не все еще наверно пришли кто хотел вот начнем а прошла остановились кажется закончил тем что просто нарисовал список классификационный список алгебр клиффорда клиффорд n 0 и клиффорд 0 n вещественных и клиффорд n комплексных давайте я воспроизведу этот список в горизонтали будет вкладываться 1 2 2 подальше 3 4 5 6 7 и 8 вот и эти связи с теми изоморфизм и которые у нас были таблицы получается довольно простые так сравнительно простые главное не получается снега там некоторой периодичностью давайте я их воспроизведу периодичностью такая изморфизм и такой клиффорд н 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 0 n плюс 2. Это я помню. 0 n плюс 2. Соответственно, Клиффорд 0 n тензорно, Клиффорд 0 и Клиффорд комплексный. Отсюда следует, что комплексными числами это все индексы вообще не менее, то есть правый и левый не важно, там ничего не зависит, поэтому получается просто Клиффорд n тензорно на Клиффорд 2. Это изоморф на Клиффорд n плюс 2. И кроме того, если итерировать несколько раз вот первые две, то получится такой изоморфизм. Клиффорд n 0 тензорно на Клиффорд 8 0. И изоморф на Клиффорд n плюс 8 0. Соответственно, для правого индекса тоже. Вот. еще если учитывать, что первые несколько у нас известны, несколько первых, то сразу получается такая вот таблица. сейчас. Значит, таблицу я воспроизведу, она полезная, лучше знать. Вообще, можно использовать таблицу для любого Клиффорд РС. Сюда у нас будет CH. Тут будет R плюс R. Тут будет R2. Напоминаю, что R2 или H2 и так далее. Это алгебра матриц. Дальше у нас будет такая периодичность. будет у нас. Можно уже сюда вот это на это умножать, получать H плюс H. Это на это умножать, получает H2. Дальше можно, например, это на это умножать, получать C2. Это значит, у нас что? Это умножать на это, получать H2. И дальше и так далее у нас будет тут C4. R8. R8 плюс R8. Дальше у нас будет R16. И тут то же самое. H2 плюс H2. H4. C8. И последнее R16 снова. А дальше все будет просто умножаться на R16 каждый раз предыдущий. И мы получаем периодичность достаточно очевидную. Для C все даже немножко проще. Там будет начинается C плюс C, который мы давно с вами писали. C2 это нужно посчитать. одно из упражнений, которое я никак не могу написать. А дальше начинается просто повторять. Повторяется C2 плюс C2. Дальше C4. C4 плюс C4. C16. C8, прошу прощения. И так далее. Отсюда, как у нас алгебра матриц, они у нас всегда имеют единственное непривиальное, неприводимое представление. У нас получается следующее количество представлений. Если я еще запишу количество представлений. Давайте только для Clifford N0 и Clifford N комплексное. Количество представлений у нас будет одно. Одно. Одно, одно, два, одно, 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 два, одно. А дальше периодичность будет повторяться, потому что все будет умножаться на 1. Не очень аккуратно. Только тут два. Так, соответственно, Clifford N0 комплексное. Там будет еще проще. Будет два, одно, два, одно и так далее. Периодичность 8. Здесь и период 2. Можно даже размерность этих представлений тоже посчитать. Период 8. Период 8 будет умножаться на 16. Тут период 2 умножается на 2. Всеобщая формула. Размерность тогда будет такая, что если мы размерность D, M плюс 8, D, D, M 0 и 2 в степени 4k. А тут у нас D, M плюс 2k равняется D, M равняетсяіèсто. соответственно одному или двум, 0 или 1, умножается на 2 в степени, кажется просто К. То есть размерность можно сразу вычислить, она будет степенями двойки каждый раз. Это не очень важно, но наверное полезно. Как раз пришло время понять, как это описать связь этого с К-теорией. То, на чем я остановился, это просто напоминал, а теперь придет что-то такое сравнительно новое, я надеюсь. Итак, что для этого мы сделаем, для этого нового? Для этого нового я все-таки рассмотрю, значит, да, давайте я еще одно обозначение, которое у нас было. МК и МК комплексное. Это группа Гротендика, как я объяснял, приводимых представлений алгебры Клиффорда. Значит, оно тоже легко получается, там, оно всегда или z, как у нас алгебра Клиффорда, она полупростая, то есть все представления у нее вполне приводимы, поэтому все классы представлений, все классы эквивалентности представлений получены, путем прямой, давайте взять прямой сумм, неприводимы в представлении, поэтому это всегда будет или z, или 2z, в зависимости от того, у нас будет ли К соответствовать одному или двум в этой таблице. Значит, если посмотреть, то это будет z во всех случаях, кроме того случая, когда у вас К сравнимо с тремя по модулю 4. Соответственно, z плюс z, если К сравнимо с тремя по модулю 4. Тут у нас получается точно так же, тут наоборот будет z плюс z, если К сравнимо с одним по модулю 2, и z, если К сравнимо с нулем по модулю 2. Вот. Значит, еще мы возьмем такую замечательную вещь, как M с крышечкой К, и M с крышечкой К комплексная. Это группа Гротендика классов эквивалентности градуированных представлений. Видите, грот, град, град, градированы представлений. Тут тоже самая группа Гротендика градуированных представлений. только тут у нас клиффер n тут клиффер комплексная для того чтобы как ни странно что теперь чтобы найти вот эту вот группу кодированы представлений нужно достаточно воспользоваться одной из теорем которая нас с вами была а а именно начинка на нее день из прошлого раза состоит на следующем если возьмут клиффорд n плюс 1 0 но возьму четную часть его эта штука будет изоморф на клиффорд 0 была такая теорема или нет у нас напомнить пожалуйста если нет я сейчас напомню вас приведу доказательства по моему было да было что-то про то что они друг друга вкладываются не вам было что они замор на самом деле они заморфные по той причине что отображение построил размерности у них совпадают и достаточно просто проверить и тогда отображение пиморфная для этого достаточно например понять что любой элемент базиса вот например здесь или здесь этим отображением за заметается как называется нам напомните это было тогда я сейчас должен это найти у меня где-то это очень важное утверждение которое я хотел бы конечно самом деле я даже даже больше доказала на самом деле даже для вот так вот написал клиффорд r плюс 1 с 0 изоморф на клиффорд r 0 то есть четная часть заморф на тому что получается при изменении на единичку размерности отображение построил давайте напомним просто отображение наверно важно отображение стоит в том что я беру е и т и 1 так далее е н в р н базис который у нас есть все одно и все прошло 5 должно быть извините я исправлю вот и отображаю это там в е и т и т соответственно е н плюс 1 умножить на е и т где я базис в р н просто-напросто в р н плюс 1 не понимаю продолжение боя с в р н вот таким образом я попадаю конечно в четную часть отображения справа налево так ну я не знаю можно посмотреть для любого элемента в боя си здесь четная часть боя си четная часть легко написать это просто-напросто базис в эти справа напишу хоть что-то никто зеленым или сильным базис базис в клиффорд н он получается из произведений и и один и так далее и и п и можно считать что и один меньше и 2 и так далее меньше и п потому что этот базис может это же стон с базисом в лямбда звездочка р н так соответственно базис в четной части он может быть получен как такие же комбинации таких элементов с четным числом и и тах так и достаточно просто проверить что если я возьму вот такие штуки то перемножая их и получу любой элемент из этого базиса например как не получить е и на ежи где и ежи меньше чем n плюс 1 ну легко е н плюс 1 на е и если я умножу на е м плюс 1 на ежи разумеется с точки зрения знака даже по-моему знак не нужно поменять это будет е и на ежи вот собственно все что нужно проверить как мы получаем любой элемент такого вида то мы получаем эпиморфное отображение справа налево и следовательно мы получаем эморфизм алгор потому что размерность одна и та же все это вот важное замечание и это позволяет нам доказать следующее утверждение это было напоминание вот новое утверждение такое и не два группа градуированных представлений размерности n плюс 1 изоморфно сейчас м не градуированных n и то же самое с комплексными коэффициентами связанные с изоморфизм следующим образом значит отображением здесь градуированное представление то есть w равное w 0 плюс w 1 и напоминаю что у нас все же два градуированных и поэтому градуировка в данном случае просто сбитие в счет не нечетную часть мы его отображаем это представление клиффорд м плюс один мы берем тогда w 0 ограничиваем его на клиффорд м плюс 1 0 на самом деле поп было объяснено в изменении четного градуированного представления четная часть должна дублевая ноль перед себя а дальше мы пользуемся изоморфизмом между клиффорд м плюс 1 0 и клиффорд м получаем и получаем это лучше поставить не здесь объясняем объявляем это представлением клиффорд n и так по каждому градуированному представлению градуированное представление дублевая м в штаг клиффорд м плюс 1 мы строим неградуированное представление клиффорд м точно так же с комплектными коэффициентами в обратную сторону то что это является вполне называется настоящим функтором это очевидно что касается того почему-то изоморфизм достаточно для этого доказательства достаточно привести обратное отображение давайте еще не напишу обратно отображение там нужно взять любое неградуированное представление клиффорд м например w и построить по нему гадуированное представление клиффорд м плюс 1 но это тоже делать легко мы пишем w и тензорно умножаем на клиффорд м плюс 1 над клиффорд м плюс 1 0 который мы отождествляем с клиффорд м иными словами мы заставляем что такое тензорно определение на некоторые подалгебры вы помните да это означает что есть соотношение w тензорно фи 0 и 1 равняется w умножить на фи 0 тензорно фи 1 где фи 0 предлежит клиффорд м плюс 1 0 отодвесленность клиффорд м вот то что это отображение обратно к предыдущему легко проверить ну просто нужно взять например какой-нибудь элемент взять вот такое вот ограничение и проверить что если я сначала дострою таким образом если я возьму w тензорно на клиффорд м клиффорд м плюс 1 и возьму его четную часть то это будет изоморф на самом это легко проверить и обратно что если я возьму w 0 и умножил на клиффорд как это сказать над клиффорд n плюс 1 четный на клиффорд м плюс 1 то я получу это с тем что w1 равняется в 0 умножить на любой элемент в клиффорд на самом деле из аренды вот так мы получили возможность описать в эту вот пространство градуированных представлений оказывается она чисто совпадает с точностью до сдвига с пространством неградуированных представлений теперь мы можем воспользоваться пространством градуированных представлений и по каждому градуированному представлению построить некоторый элемент в к теории на что такое к теория я предполагаю вам знакомым все ли вы знаете что такое к теория скажем типологического пространства x если такие кто не знает это я не уверена что знаю давайте очень коротко это не просто я тоже не знаю даже не просто крэш-корс это просто будет нечто такое как бы совсем-совсем как бы наивно значит смотрите для любого пространства x можете рассмотреть множество классов эквивалентности локально-тривиальных векторных расслоений давайте для простоты будем брать комплексное потому что естественно тоже можно но немножко сложнее немножко больше будет выкладок так как там дальше мы можем поступить для любых двух расслоений е1 и е2 определено так называемая сумма быть ним тоже расслоение adx со слоем равным сумме прямой сумме слоев е1 и е2 а ты конструкция вам знакома да да то есть если например у вас проще всего это понять так если у вас е имеет какие-то там карты и функции переклейки же 1 до абэ из а в б и значит же 1 это просто маточнозначная функция соответственно вторая просто я не имеет качестве функции переклейки же 2 а то б тоже маточнозначная функция а тогда е1 плюс е2 это будет соответствовать функциям переклейки же 1 же 2 а тут вот бочные диагональные это на сам простой способ понятно такой сумма выйдет и более абстрактные но сейчас это нас не должно волновать вот тогда мы можем значит тогда на множестве классов эквивалентности классов изоморфизма этих расслоений называемый вект x комплексных у нас возникает структура маноида относительно этой самой суммы вот что в этом маноид с нулем абелев и так далее как вы знаете любой такой маноид может быть универсальным образом дополнен до абелевой группы это универсальная конструкция вот индика конечно она была известна до него вот эта группа называется к группа если у вас есть ни одно пространство а2 1 пункт если вас не одно пространство скажем 2 y под под пространство в x тогда вы можете рассмотреть не просто векторное расслоение над x а такие вектор для которых существует даже фиксированная тривилизация над y расслоение над x комплексная тоже фиксированная тривилизация то есть фиксированная изоморфизма е ограничить на y с тривиальным расслоением такие объекты тоже можно складывать тоже брать сумму вытни и тогда класс эквивалентности таких объектов образует маноид и мы можем построить относительную к теорию китель на к группу x,y это пока понятно один из примеров такого рода которые я буду часто использовать являет следующий допустим у вас есть топологическое пространство компактный x вы умножаете его на некоторую и в виду пространство на р.н. это уже не компактное пространство вы можете сказать что вы рассматриваете непроизвольные расслоение над этими компактным пространством а те которые будут привилизовываться вне некоторой компактной окрестности нулевого сечения на то есть у нас есть внутри скажем 0 умножить на x и если вы возьмете скажем вот дополнение р.н. минус вот это вот 0 умножить на x более-менее то вы получите там конечно вы правильные слова насчет компактификации и так далее вы получите так называемые когмологии к от x я тут буду писать р.н. с компактным носителем и когмология к теория вот иногда значит вот это вот эту штуку как комп икс р.н. или ц.н. неважно эти р.н. пока они их часто называют к минус м от x одна из основных теорем к теории топологической и так называемая теорема боттой периодичности есть разные способы формулировать я беру самый реальный к минус 2 вот x изоморфно к от x вот на самом деле как несложно показать достаточно взять x равной точке тогда у нас нужно взять нужно доказать что к минус 2 от точки изоморфно к точке к минус 2 от точки это вам нужно взять к от r2 умножить на точку это вот x это точка р2 это r2 запятая r2 без нуля как известно любая достойная теория гомологии и когмологии благодаря так называемой аксиоме вырезания ну к теория является теории когмологии откроем такой секрет в данном случае аксиоме вырезания тоже справедливо а это означает что вместо вот такой пары я могу взять пару поменьше d2 запятая с 1 иными словами и достаточно рассматривать расслоение на d2 которые будут привязываться на с 1 если правильно помню но мы по сути сечение арка нормировали можно сказать что мы мы сечение всех нормировали мы рассматриваем имейте ввиду где в каком месте самые кадр 2 2 без нуля переходим d2 s1 ну можно так сказать я предпочитаю гриш это чем вырезание ну да короче я буду рассматривать данном случае буду до для вещественных там то же самое значит для вещественных расслоений давайте опять на следующей страничке сделаю замечание для вещественных вещественных расслоений там берется пространство множество класса эквивалентности вещественных расслоений дам и получается ника теория так называемого теория кого теория от x и там тоже строится кого с нижними с минус какими-то этими и там теория работы периодичности будет состоять в том что это будет као минус 8 от x вон так минус 8 по моему минус 8 до все там периодичность 8 до изоморфно а о опять таки очень грубо потому что там можно подробно вот и мы сейчас попробуем носит опять достаточно это сделать для x равные точки вот пробую показать как связано вот эта штука с тем что мы сделали для этого я начну с такого вот замечания рассмотрим рассмотрим вложение rn rn плюс 1 просто-напросто на первые m векторов тогда у нас возникает очевидное такое вложение индуцирует отображение алгебра клиффорда безусловно потому что это отображение сохраняет метрику только вверху пишу а нужно написать внизу ну и с помощью этого отображения я получаю обратное отображение из представлений то есть я беру представление скажем градуированные данном случае н плюс 1 и отображаю их помощью и звездочка градуированные представления н и от н и то же самое этим можно сделать для комплексных комплексный я не пишу тут скобочку значит давайте рассмотрим что получается лишнего определим qn равна м n фактор по м как-то я не так пишу это за колючку так n плюс 1 так тут и звездочка можно вычислить чему это равно особенно если мы воспользуемся тем что мы знаем что вот это ммм если что иное как неградуированная м минус 1 а это соответственно неградуированная вот я напишу ответ давайте я сразу напишу ответ утверждение посмотрим как это доказать с первое утверждение что скажем вещественное qn плюс 8 изоморс на qn и изоморс на следующим трем вариантом z если n равно 0 или 4 по модулю 4 по модулю 8 прошу прощения по модулю 8 потому что 4 по модулю 4 0 без смысла за этого 2z если n сравнимо с одним или двумя по модулю 8 и 0 во всех остальных случаях и второе утверждение то же самое только для комплексной qn плюс 2 комплексная комплекса тоже можно писать даже не знаю понятно понятно не будут управлять изоморс на разумеет qn комплексному и тут немножко проще будет или z если n четное или 0 иначе вот давайте опробуем обосновать это что для этого нужно например давайте то что что мы знаем что например м комплексная n плюс 2 изоморф на м комплексному n на долевого n и разумеется это заморфизм переводит и и у нас откуда куда бьется давайте посмотрим и у нас из м плюс 1 в значит перестановочность и довольно очевидно да что такое и это просто вложение на первые н подножители и поэтому как-то заморфизм там очевидно перестановочен с ними следовательно мы сразу получаем утверждение о периодичности теперь чтобы получить равенство достаточно вернуться на самое начало и посмотреть на то как устроена сама clifford n комплексная видно что тут у нас два представления а тут одно да то есть на самом деле давайте посмотрим что у нас будет да прошу прощения я с самого начала должен искать я тут беру без крышечки но крышечку вы помните крышечка это то же самое что что без крышечки только с еще одним сдвигом да да нужно еще этим дописывать это m c n плюс 1 с крышечкой и заморф на m n c без крышечки вот если это все учесть тогда например чтобы найти q1 который конечно заморф на q и так далее нам достаточно взять то есть что у нас q давайте посмотрим это у нас mn фактор по m n плюс 1 таким градуированным да m1 градуированным фактор и звездочка n плюс 2 комплексно что и заморф на m без крышечки 0 комплексно фактор по m без крышечки 1 комплексно так не посчитался ли я встреча это хороший вопрос так так x это все пока правильно сейчас дать посмотрим а а значит q1 q1 мы так не вычислим а вот q3 давайте вычислим потому что q1 соответствует m0 а m0 у нас нету значит q3 давайте понятное дело что таким образом мы до q3 до m1 не доберемся давайте тут напишем m3 соответственно тут 3 тут будет 2 на сейчас сейчас у нас будет секундочку 3 тут будет 3 тут будет 2 тут будет 2 тут будет соответственно 3 давайте посмотрим опять на первую страничку так 3 метод видите два представления тут одно я соответственно когда беру и звездочка получаю так оно силу неприводимости я получаю только одну из двух частей это или вот это даже не очень важно какую сейчас да вроде бы там вернемся туда секундочку 2 это опять кто-то поторопился 2 нет я прошу прощения это меня будет наоборот это будет вот тут будет вот вот прекрасно даже лучше потому что я же говорил что у меня в четном случае у меня нечетном случае у меня будет 0 до это получал не 0 это вот вот да и цвет оставить четное и мне должно быть у меня получал что это след нет черт вернемся обратно вот cf2 это мне соответственно руку один прекрасно одно представление а тут даже совершенно очевидно что когда я буду ограничивать отсюда сюда это одно представление заметется одним из них соответственно у меня будет 0 если чтобы если я получил если хочу теперь взять q четное на соответственно n равное двум это будет нужно представление вот эти и посмотреть что из них замечается вот этим представлением вот этим вот индуцированием вот понятное дело что только одно из них заметется все это шелось неприводимое представление а вот их целых два неприводимое представление можно заместить только одно не приводил представление легко понять что она на самом деле одно и заметет а второе останется вот это и получилось тут у меня будет даже можно сказать четко пишет в данном случае z а тут и звездочка вот вот чуть интереснее случай вещественный вещественный случай чуть интереснее я в том что в естественном случае как вы помните есть вариант когда у нас будет z по 2z возникать давайте я пробуем разобрать это n равна одному 1 1 равно одному а мы опять упрёмся в это вот давайте посмотрим на q1 сейчас эти лучше там два варианта 1 или 2 дайте 22 проще просто по 1 уже далеко идти вверх у не 2 1 2 2 2 она чему будет изоморфно это будет м2 градуированная по и звездочка м3 градуированная что изоморфно не градуированному м1 по и звездочка м2 теперь давайте вернемся на два шага на начало тут у меня что у нас вот это вот один одно единственное представление вещественное группы алгебры клиффорд один она вот правильно когда мы берем любое единственное представление группы алгебры клиффорд 2 но это h когда мы ограничиваем с h на c мы на самом деле получаем не любое комплексное пространство а такое комплексное пространство которое является ограничением некоторого кватернионного пространства так поэтому мы получаем здесь не просто c что у нас тут она цена тоже двумерная с точки зрения вещественного это двумерное пространство а а h с точки зрения комплекта вещественного это четырехмерное пространство поэтому когда мы ограничиваем h с помощью и звездочка на предыдущую алгебру клиффорда мы получаем не c а c плюс c то есть удвоенное представление неприводимое которое здесь есть поэтому само это представление c не может индуцировано со следующего уровня но его удвоенная сумма сумма самим собой будет индуцироваться из следующего уровня поэтому здесь мы получаем Z2 что-то у меня будет смотрите Z порожденное представлением C а здесь тоже Z порожденное представлением H и H и звездочка от H это будет не C а C плюс C вот и все вот собственно все утверждение следовательно получаем Z Z если мы запишем это теперь в виде таблицы то у нас будет такая таблица значит комплексный случай это будет Z 0 Z 0 если это означает с 0 0 1 2 и так далее и так далее и так далее вот для вещественного случая все немножко веселее для 0 давайте пока оставим для 1 у нас будет значит Z по 2 Z Z 2 для 2 будет Z 2 для 3 у меня будет 0 для 0 для для 4 у меня будет опять Z дальше у меня будет Z 2 а тут будет не Z 2 будет 0 и 0 и снова по-моему 0 а тут будет Z вот такая штука дальше все повторяться будет с периодом 8 тут период 2 тут период 8 и если вы когда-нибудь изучали K-теорию то вы замечаете что это в точности совпадает тут K-теории от точки только минус N а тут K-о-теории от точки минус N и вот собственно конструкция от хибота Шапира она как раз и позволяет построить отображение прямо из этих групп сюда которые будут изоморфизмом эта конструкция состоит в следующем берем произвольный градуированный модуль ну например над алгебры Клиффорда N плюс одномерный и нам нужно построить элемент посмотрим нам нужно построить элемент в К О от точки только давайте сейчас размерности не могу сообразить сейчас хочу сообразить размерность нет то ли N то ли будет N плюс 1 то ли минус N то ли N минус 1 значит значит давайте у меня давайте тогда вот так вот чтобы было аккуратно возьмем а тут тоже минус N напоминаю что это то же самое что это K O O D N S N минус 1 то что на границе я делал это для N равного 2 вот точно так же можно сделать для произвольного красного красного значит что я буду делать давайте я рассмотрю Dn он разумеется вложен в Rn н мерный диск вложу а Rn в очередь вложим вкладывается у меня в алгебру Клиффорда N так алгебра а алгебра Клиффорда N действует на W которая является прямой суммой W0 W1 значит для каждого элемента W держащего в Rn умножение Клиффордова я буду тебя слева выписать с вашего позволения неважно слева или справа но я буду слева на W0 это будет изоаморфный W1 ну потому что на самом деле V обратим если V не равен 0 поэтому он конечно меняет четность с одной стороны с другой стороны он должен быть обратим изоаморфизм таким образом давайте рассмотрим следующую конструкцию мы рассмотрим Dn умножим его на W0 это будет одно расслоение E0 возьмем теперь Dn умножим его на W1 это будет расслоение E1 Dn оба тривиальны но в этой конструкции которую я объяснял это важна не только в этих классах эквивалентности важно не только класс эквивалентности E1 E на X но еще и важен способ с помощью которого вы тривиализуете ограничения E на Y то есть может быть даже само расслоение E на Dx все тривиально такое иногда бывает но способ тривиализации выбран таким образом что он не продолжается скажем на весь x и тогда у вас этот класс будет нетривиальным хотя даже само расслоение на x может быть тривиальным априори это не не запрещено в нашем случае ровно так и происходит вот у нас есть два тривиальных с точки зрения расслоения с точки зрения просто теория расслоения но потом между ними есть нетривиальное отображение E0 ограничить на S1 на S N прошу прощения минус 1 мы из эмборса отображаем на E1 отображаем точку с координатами V W V лежит V R а W лежит W0 точку V V умножить на W лежащую в R а тут лежащую W1 я уже сказал что важно не только тривиальность или нетривиальность расслоения E0 E1 но еще важный вопрос о том можно ли продолжить изоморфизм между ними с границы с S N-1 на все пространство утверждение состоит в том что что если W изоморфин и звездочка от некоторых W с волной и W с волной это градуированные представления N-1 алгебры алгебры Клиффа то существует продолжение этого отображения альфа до альфа с волной изоморфизма изоморфизма между E0 на всем Dn с E1 я не знаю может быть оставить это в качестве упражнения молодые люди есть у вас на это силы это не то чтобы слишком сложно но это наверное полезное упражнение может быть даже полезнее чем если бы я ее рассказал что-нибудь скажите можете можете еще раз сформулировать упражнение возверждение упражнение нужно доказать что если модуль W не абы какой а пришел с W из N-1 мерных представлений то есть он пришел из представлений W значит алгебры Пифорда на единичку меньшей размерности с помощью этого самого не единичку меньшей единичку большей единичку большей размерности с помощью той самой конструкции о которой мы только что говорили вот если допустим наш модуль пришел с пространство размерность единичку больше тогда существует возможность продлить изоморфизм альфа с границы диска н-мерного на весь диск внутри посмотрите если мы будем действовать наивно это по сути эквивалентно тому чтобы условно если думать это как форма то это точная форма что конкретно точная ну да ну можно называть альфа замкнутая точная можно так сказать да в общем это я предпочитаю гомотопический язык это скорее означает что у нас есть некое отображение в группу GLN если хотите и мы заклеиваем это отображение сферы SN-1 в группу GLN и мы заклеиваем и доказываем что это отображение гомотоп на нулю вот скорее так можно это конечно считать с точки зрения теории дифференциальных форм но мне кажется это аналогия моя аналогия мне кажется лучше вот смотрите если мы будем наивно действовать и просто брать произвольный V лежащий в диске и точно таким же формулой делать да то в чем будет проблема проблема будет в том что в нуле мы собьемся у нас не будет изоморфизма в нуле у нас будет нулевой вектор умножается на нулевой на элемент W это не будет изоморфизма никаким образом правда поэтому тут у нас некоторая будет проблема а вот если у нас все пришло с единичку большей размерности тогда у нас оказывается такая возможность существует как раз за счет того что существует больше размерность куда мы грубо говоря можем все это дело уйти убрать ну что это упражнение оставить или рассказать оставьте как упражнение хорошо упражнение оставим что это нам дает следствие следствие у это самая конструкция которая называется конструкция типа то шапира дает отображение из пространства из множества этих самых куэнов в к о минус н от точки ну или если брать комплексный случай то это будет q n c в к минус н от точки и одно из самых замечательных достижений как раз атибота шапира стоит в том что это отображение будет изоморфизмом как доказательство утверждения к сожалению не очень очевидно дело в том что нужно знать какие именно образующие какие именно элементы в к теории задают вот эти вот классы классы вот этих вот групп то есть нужно знать во первых как устроены эти группы что они устроены в точности вот так как написал это первое утверждение а второе нужно знать какие именно образующие у этих групп берутся я правильно понимаю можно вопрос да я правильно понимаю что вот эти q n это факторы факторы вот двух представлений а справа в этой теореме в теореме ну на следующем слайде это категория над точкой прикольно да на самом деле это можно не только над точкой делать конечно на самом деле вы можете взять расслоение над произвольным x умножить его скажем на я напишу это некоторая конструкция тоже вполне разумно давайте вместо того чтобы значить доказательство тут длинное и довольно техническое потому что нужно четко указывать какие именно образующие у этих групп нужно взять и дальше просто проверить что эти образующие получают могут быть получены именно как образы такой вот конструкции это уже просто если найти образующие то такое замечание это уже простое упражнение гораздо наверное полезнее нам с вами воспользоваться следующим в общении этой конструкции которая нам и дальше будет полезно значит мы берем к мы берем любое расслоение е над x любое вещественное или комплексное расслоение а дальше мы делаем так мы берем x умножаем на диск тут тоже у нас возникает е умножить на диск так и кроме того давайте мы возьмем то же самое представление в регулированные группы группы алгебры клиффорда который было раньше умножаем на w и 0 и вот тут вот берем опять такой же изоморфизм только изоморфизм значит на окраине на границе это изоморфизм на границе мы получаем таким образом для каждого элемента в категории у кого от x и неважно мы получаем и для каждого дубль в ближайшего опять группы q n скажем мы собственно мы получаем элемент в к о минус n x умножить на d n x умножить на s m минус 1 но уже не без я написал вот так вот это вот не нужно потому что в принципе это есть определение того что такое ko от x минус m это на самом деле давайте давайте оттуда было попроще на самом деле с точки зрения теории гомологии это отображение есть не что иное как умножение мы берем ko от x тензорно на qn который есть не что иное как ko минус n от точки а дальше перемножаем попадаем в ko минус n вот x умножить на точку вот такая конструкция она тоже очень полезная в существо она и задает изоморфизм напоминаю что у нас было утверждение что ko минус n от x и заморф на ko по сути не минус n а минус n минус 8 вот это вот по существу изоморфизм и задается таким образом вот пожалуй для того чтобы лучше понять эту штуку можно вот еще что заметить значит давайте так во первых конструкцию атибутошопин я назову буквы а из qn ko минус n от точки это изоморфизм если я теперь возьму прямую сумму по qn я подожду отображение отсюда в ko минус звездочка наверное такую тоже в кольцо коэффициентов вещественной категории так вот теорема атибутошопира то что я тут начал рассказывать здесь она по существу может быть уточнял следующим образом этот изоморфизм является изоморфизмом колец где справа у нас берется тензорное произведение расслоений а слева нужно быть тензорное произведение градуированное тензорное произведение представлений вот иными словами все что нам нужно знать про k-теорию происходит из групп из спинорных групп из алгебры клиффорда довольно забавное наблюдение оно не очень полезно если вы занимаетесь комплексной категорией но если вы занимаетесь вещественной наукой то знание групп клиффорда оно является необходимым просто неизбежным так это по существу заканчивает наше с вами знакомство с алгебрами клиффорда прежде чем перейти к дифференциальной геометрии произвольных комплексных произвольных гладких многообразий мне хочется немножко поговорить про спинорную группу значит напоминаю значит что группа спин который собственно я все это начал заводил вот этот разговор это является подгруппой в группе эти спин n обратимых элементов в алгебре клиффорда клиффорд n она равна пересечению группы пин n с четной частью алгебры клиффорда где пин n наконец можно определить как подгруппа в клиффорд крест порожденная элементами в лежащими в rn с нормой равной ну пишут плюс-минус 1 на данном случае плюс 1 потому что у нас знакоподеленная метрика нормы равны 1 дальше так как любой элемент виды е и ежи где е 1 и так далее е н это базис в rn любой элемент е и умножить на ежи лежит в группе спин мысли этого следует что представление любое представление спин n однозначно продолжается до представления алгебры клиффорд n 0 значит представление поэтому все представления глухо-минус 1 они взаимнозначные соответствия находятся с представлениями клиффорд n нулевой части счетной части а это значит в силу того что мы знаем что оно изоморфно клиффорд n плюс 1 n минус 1 общий это просто представление клиффорд n минус 1 пользуясь этим можно довольно значит подробно описать структуру представления алгебры клиффорд группы спин то есть просто достаточно значит любое представление группы спин это просто ограничение некого представления четной части алгебры клиффорда что если что иное представление клиффорд n минус 1 да кроме того я это сейчас список список этих представлений вам приведу они наверное требуются нам проекты степени даже не знаю насколько подробно их нужно описывать наверное я как-то напишу по крайней мере размерности их нужно знать да кроме того напоминаю что у нас группа может быть иметь комплексное может вещественное представление вещественное представление группы спин n тоже рассматриваются давайте я выпишу то что обещал давайте да чем продолжать про это говорить и напомню вам еще одну вещь которую просто раз говорили всякий случай еще раз значит я ввел элемент объема для каждого n существует элемент омега лежащая в алгебре клиффорда в самом деле даже до любого РС такое что омега в квадрате равняется или значит чему у нас равно минус 1 в степени сейчас 0 да минус 1 в степени 0 то есть это будет 1 n равен 3 и 4 по модулю 4 и минус 1 в степени 1 то есть минус 1 3 n равного 1 2 по модулю 4 вот если мы рассматриваем из этого сразу следует значит кроме того этот элемент центральный если у вас n нечетное так что значит на случай если он четный то он там по-моему коммутирует на измене знака вот в частности над комплексными числами мы можем сделать так чтобы вот этот вот знак всегда был равным одному а именно просто мы умножим а омега на корень из минус 1 в степени n плюс 1 пополам только нужно целую часть взять а у нас всегда омега c в квадрате равняется одному ну это вот равночтение пропадают наличие этого элемента позволяет описывать вот если мы вернемся до самого начала вот у нас есть представление связанное с этой частью а есть связанное с этой частью и они не всегда иногда появляются да вот с этой частью и с этой частью так вот различаются они именно тем как действует элемент объема который только что написал а именно значит по крайней мере если n например равно 4k плюс 3 нам и омега то есть тогда у нас омега в квадрате равно одному и омега центральный не z такому z такому тогда у нас алгебра клиффорда выставляется в виде клиффорд плюс плюс клиффорд минус и соответственно и соответственно представление от омега то есть распадать равно одному будет равно или представление роид отображение из клиффорда эндоморфизма или одному или минус одному так как представление неприводимое если представление приводимое то вот только одно из них реализуется иначе мы сможем опять разложить его на две части и следовательно такие представления не эквивалентны для одного из них будет положительное элемент объема до другой отрицательный это способ различать представление то же самое верно если у нас берется комплексное представление тогда омега вкладатель равно одному ну и скажем если n у вас нечетная только нужно это омега c вместо амега это первое случае же у нас противоположным если у нас n четная нам тогда у нас омега точно не лежит в центре и омега в квадрате равно одному то есть например n сравнимо с чем там у нас нулем по модулю 4 нам здесь на 4 ну или когда c нужно омега c тогда у нас мы можем разложить уже не w не 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 саму алгебру клиффорда прямую сумму плюс и минус а w сумму двух представлений под представлений правда единственное w плюс и минус это представление не самой алгебры клиффорда там есть и четное нечетно они могут между собой перескакивать нам а клиффорд 0 н соответственно она может быть выморфно клиффорд н минус 1 вот это позволяет нам различать эти представления с помощью элемента объема этим объясняется важность элемента объема для всей этой теории если тебе все это просуммировать плюс учесть то что я сказал про то что любое представление спинорной группы является представлением клиффорд учетной части алгебры клиффорда и наоборот то можно описать представление спинорной группы следующим образом давайте я просто перепишу утверждение первый случай n сравнимо с трем по модуле с тремя по модуле 4 так тогда ограничение любого неприводимого представления клиффорд н на только наверное да клиффорд н на спин н это неприводимое сейчас одну секундочку что у нас неприводимое представление спин н причем не зависит это от выбора от выбора представления клиффорд н второй вариант значит если n сравнимо с одним или двумя сейчас по модулю 8 правда давайте напишем что у меня 0 1 2 3 4 5 6 7 8 значит 3 по модулю 4 это вот тут у меня и тут по модулю 4 1 1 2 по модулю 8 это и это вот если 1 2 по модулю 8 значит значит то ограничение представление клиффорд н на спин н это сумма двух неприводимых представлением так только я не помню эквивалентных или не эквивалентных нужно проверить посмотреть по-моему они эквивалентны вот я не уверен по-моему они эквивалентны но я здесь об этом не уверен так если значит у вас n сравнимо 5 или 6 по модулю 8 то ограничение значит на клиффорд n на спин n неприводимое вот оно значит да ну и последнее если n равно 4k то есть n равно 0 по модулю 4 да то тогда ограничение там есть единственное представление алгебры клиффорда давайте посмотрим вот вот 4 вот но это ограничение название назовем его дельта 4k оно представляется в виде прямой суммы плюс и минус частей как раз тот случай который тот вот у нас написан и эти два представления неэквивалентны а в эти думаю все-таки эквивалентны иначе будет неэквивалентны представления вот смотрите тут у нас два разные представления берется когда n равно основного тремя по модуле 4 и они ограничатся в одно и то же потому что берется одно представление и распадается в сумму двух одинаковых тут одно представление остается неприводимым и оно распадается в сумму двух разных вот такое вот замечание ну в принципе это все выводится из того что я только с пор говорил еще важное наверное замечание состоит в том что все представления группы спин они непременно могут они непременно ортогональные имеют ортогональную структуру в принципе в нашем случае достаточно заметить что группа спин n она если это дулистное накрытие компактной группы с о дулистное накрытие все же она сама компактная любое представление компактной группы она всегда обладает инвариантной ортогональной метрикой имеет методу ортогонально конечно инвариантно ортогонально структура вот можно этим ограничиться можно заметить что принципе вместо таганали между компактности группы на самом деле компактность у нас пропадает если вместо спин n рассматривать комплексную спин c тем не менее утверждение останется верным да я забыл видимо поговорить о том какие будет комплекс на представление сейчас мы про комплексные поговорим хорошо что у меня есть лишние страницы чтобы доказать что даже для некомпактной спин c комплексной группы она определяется точно так же помните определение независимо от выбора поля и тогда нужно например заметить что спин c она обложена в алгебру клиффорда 0 комплексную которую можно отождествить с групповой алгеброй c групповой алгеброй конечные группы а именно на следующий нужно добавить плюс минус 1 у нас есть два им плюс один элемент плюс минус 1 плюс минус е 1 и так далее плюс минус е н и есть между ними групповые соотношения 1 это 1 минус 1 это просто на просто такой элемент что минус 1 в квадрате равняется одному и он центральный для всех остальных элементов которые можете выписать соотношения коммутационные которые будут не выходить за рамки этого вот множество вот допущение конечно эта группа не из таких элементов но она ими порождена вы получаете элементы элементы вида произведения плюс минус е и как их это будет ваша группа это конечная группа а раз она конечная группа то любое представление конечной группы она точно имеет вот эту самую ортогональную структуру которые получаются соединениями инвариантные относительно же ну а дальше достаточно проверить что если у вас некая ортогональная структура относительно же инвариантная то она будет инвариантно относительно группы спин которые просто на вот вложенную групповую алгебру достаточно групповой алгебры так точнее даже не групповой алгебре просто взять любой элемент в лежащий cn модуль в равно скажем одному да и дальше проверить что v равняется x1 e1 и так далее плюс xn e1 и дальше мы проверяем что из того что у вас некоторая метрика инвариантно относительно еитых то она будет инвариантно относительно всех таких элементов я это оставляю точно в качестве упражнения надеюсь что понятно что делать вот и я вернусь в итоге назад потому что очень важный конечно комплексный случай я прошу прощения я его не написал да комплексное представление это отдельный опрос так где он у меня он был так где же у меня это было записано а вот он записан был из комплексный случай комплексное представление так значит мы группу спин n конечно она вкладывается в группу спин c а следовательно вкладывается в комплексный клиффордов алгебру и мы будем опять опять ограничивать представление а 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 и spin n. Так. Тогда. Если n нечетная, то опять-таки там есть два представления различных, но ограничения не зависят от того, какой мы выбрали. Если n и оно неприводимое. Второе. Если n четная, то тогда у вас дельта c в это вот 2n спадает в прямую сумму двух неприводимых, неэквивалентных представлений. Дельта c плюс 2n плюс дельта c минус 2n. Неэквивалентные, неприводимые. Все такие представления, которые мы получаем ограничением с алгебры Клиффорда, конечно же, у любой группы есть тривиальные представления, например. Кроме того, мы можем взять нашу группу и отобразить какую-нибудь другую группу, индуцировать тем самым другое представление. Нас пока интересуют только представления, которые получаются на алгебре на группе spin n ограничениями с алгебры Клиффорда. Все такие представления называются спинорными. Все перечисленные представления называются спинорными. Они все серьезно нетривиальны. Хотя бы потому, например, нетривиальны, что для любого из этих спинорных представлений если я возьму ро и применю к минус одному. Минус один это лежит в R, которая, конечно же, лежит в нулевой части алгебры Клиффорда. То есть он обратим, то есть он лежит в группе spin. Да? Так вот, R от минус одного будет равно минус одному, потому что так это выполняется в алгебре Клиффорда. Но если бы вы брали представление индуцированное из отображения спин N в S О прошу прощения, двулистного накрытия, давайте назовем его P, P P звездочка от E, где P вот такая штука, то тогда R от минус одного был бы равно одному, как это верно для группы S.O.N., потому что в этом двулистное накрытие минус один переводит единичью группы. Вот это вот, тем самым, мы, очевидно, перечислили далеко не все представления группы спин N, но это вот именно те спинорные представления, которые нам нужны. То, что других там не так много, это понятно просто потому, что я сказал, что любое представление группы спин N продолжается до представления алгебры Клиффорда. Поэтому может быть представление, какие еще бывают представления алгебры Клиффорда. Но это сейчас у нас не очень будет волновать. Так. Ну, я не знаю, можно, конечно, еще кое-что тут рассказать про представление, но я думаю, что на этом можно пока ограничиться, остановиться. Сколько у нас еще времени осталось? Скажите, граждане. Время практически вышло. Я думаю, что на этом можно остановиться. Все самое важное я рассказал. Есть еще, конечно, очень интересные вещи, которые можно обсуждать. Это структура групп спин в маленьких размерностях. Спин 2, спин 3. Они тесно связаны с классическими группами. с монетарной, с ортогональной и так далее. Но давайте тогда это оставим или в качестве упражнений, или на дополнительное занятие. Да, чем было дополнительное занятие. Я предлагаю провести его в следующий вторник утром. Всем ли это удобно? А утром это во сколько? 10.30? не совсем поздно. Скажем так, где-то с 11, как мы примерно начинаем до часа, или плюс-минус полчаса в любую сторону. может. Как вам это? У меня нормально. Если стороны подходит, тогда я пришлю приглашение. Все. Ладно, я думаю, что на этом можно закончить обсуждение общих алгебраических свойств теории представлений для групп спин и алгебек и перейти к изучению дифференциальной геометрии. Но время будет, если в дополнительном занятии. Вы можете задать вопросы, я что-то расскажу еще. Ладно, всего доброго. Всего доброго. До свидания. До свидания.